А вот насколько своевременно в условиях кризиса повышение стоимости на автогражданскую ответственность, мы решили узнать у горожан. Это решение принято в Центробанку, после принятия нужно продаваться. Сейчас все дорожает, поэтому мне кажется, это и так лишнее, а водителя применяется таким проблемным. Нет, не обоснованно. Зачем это поднимает? Выгода в чья? Цены растут, можно их понять. Ну, конечно, лучше было, чтобы дешевле. Слишком дорого. Очень дорого. И так уже плачу 8 тысяч, ни за что, но куда еще плачу. Это обязательно за 8 тысяч, слишком дорого. А как мы можем отказаться? Все, есть выбор разум. Машин мы не откажемся, как ездили, так и будем ездить. Придется больше зарабатывать, пытаться. Я не знаю, я это, по-моему, неприемлемо, 40% покупаете. Да они все равно не выплачивают ничего. Потому что вот я сужусь уже полгода. Так, наверное, будет. Если бы они сразу выплачивали, то никаких заминок бы не было, то это бы еще можно было понять. Между тем, депутаты Госдумы подготовили поправки в федеральный закон об ОСАГО, который вводит мораторий на повышение тарифов обязательного автострахования до 2017 года. По мнению народных избранников, текущая стоимость ОСАГО и так позволяет страховым компаниям получать прибыль. Продолжение следует...